Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом 23 градуса И хочу сделать небольшое видео, посвященное вопросу о коленопреклоненности Или преклонении колен Джастином Трюдо Несколько дней назад, для тех, кто не в курсе Джастин Трюдо собрал группу поддержки И, так же, как и некоторые товарищи в Соединенных Штатах Америки Преклонил колено в знак солидарности с протестующими В знак памяти мистера Флойда Который, то ли он был удушен, то ли у него случилось обострение Из-за того, что у него был ковид То ли наркотические всякие разные штуки там сработали Версий на самом деле много Но, как бы то ни было, этот товарищ погиб И, как вы знаете, это было в Миннеаполисе И после этого уже не первую неделю В США проходят всякие разные Манифестации, протесты, погромы Посвященные как бы неравенству Как бы расовой дискриминации страшной В Соединенных Штатах Америки Как бы, почему я говорю? Потому что Такого, скажем Такой дискриминации Такого неравенства и так далее Какое было в США еще, скажем Там, не знаю, 50-60 лет назад А в США сейчас нет Сейчас люди живут себе Значительно более комфортные И получили абсолютно все За что боролся Мартин Лютер И дальше более того И Все к этому привыкли как к данности Хотя еще 100 лет не было и такого И 100 лет назад было абсолютно другое отношение И чернокожим, и ко всему этому вопросу Клубку вопросов Ну вот, общество развивается Общество требует уже гораздо больше Чем было при Мартине Лютере И, соответственно, вопрос Как бы тут уже получается Не столько в фигуре самого Флойда И в Факте его гибели, да А в том, что у людей, так сказать Накипело, наболело И в вопросе, связанном с Гибелью, да И в вопросе, связанном с полицейской жестокостью И в вопросе, связанном с Некой социальным неравенством И в вопросе, связанном с Я не знаю, там На карантине долго сидели И психологически были очень сильно Загружены и вымотаны И, соответственно, вот в совокупности Все это привело к тому, что привело И теперь возвращаемся к нашему Душеньке Трюдо Во-первых, хочу сказать, что Далеко Не половина даже Населения Канады Поддерживает, воспринимает Джастину Трюдо Как серьезного политика Очень часто Его иначе, как клоуном Не называют Соответственно Это Ну вот так вот, да Это, знаете, как Смеяться в какой-то степени Над больными и ущербными Джастин Трюдо, как вы знаете Он был учителем драмы До того, как он стал политиком Он Сын очень Известный И знаковая фигура Фигура в канадской политике В канадской истории Соответственно Во многом Его пост Это Результат того Как Относится К его отцу Покойнику И Вот этот фактор Того, что он был Учителем Театра Да, драмы Сказывается На многих его Действиях Внешних Да, на его проявления Каких-то Каких-то поступках И вот, на мой взгляд Попытка Встать на колени И точнее Вставание на колени Это Лицедейство Прекрасной воды Потому что я Уверен на миллион Что на самом деле Ему нет никакого дела До Этого самого Флойда И До вообще Всех этих Рассовых разборок Потому что Так же, как и Любой другой канадец Он вырос Совершенно в другой Парадигме И расовые проблемы Рассовые вопросы Мало того, что Ему незнакомо И непонятно Так еще К тому же И Он вырос В совершенно Другой социальной страте В совершенно Других политических Облаках Витал Как бы И проживал И соответственно Для него Все эти темы Все эти вопросы Они носят Такой, знаете Риторический Теоретический характер Но Как бы то ни было Он Популист В том плане Что он Делает Очень часто То, что От него Ожидает публика Не то, что Он должен делать Да А то, что От него Ожидает публика И публика Особенно Та, которая Типа Либеральная публика Главой партии Которой он является Ожидает Вот этих вот Действий Таких ритуальных Каких-то Да Направленных На то, чтобы Подчеркнуть Показать Что проблемы Расовой Диктиминации Ему не чужды Что он Будет с этим Бороться Что он Будет Какие-то там Программы Делать Да Потому что Уже звучат Речи по поводу Того, что А давайте мы Выделим денежку Чернокожим На это На все На пятое На десятое То есть Он делает то, что От него Ожидает Его потенциально Избирательная Среда И поэтому Когда мы говорим По поводу того Ой, что происходит Что происходит Что за Глупые выходки Делает наш Премьер-министр Это Еще раз говорю Симбиоз того Что он Учитель драмы С одной стороны И То, что он Должен делать По ожиданиям По его ощущениям Да По ожиданиям Его избирателей С другой стороны И вот В совокупности Мы получаем То, что мы получаем Еще раз говорю Что серьезно К этому относиться Не надо То есть Это просто Вот Вот такие Вот политические шаги Вот такие Вот политические действия Какие-то далеко Идущие выводы Тоже делать не надо Кстати Кто-то из подписчиков Написал Под видео На эту тему Что В Монреале Погромы Ой, какой ужас Какой кошмар На самом деле В Монреале Никаких погромов нет Были Небольшие попытки Это сделать Людей выловили А вот так Чтобы как в Нью-Йорке По ночам ходить страшно Потому что Кругом все разносят Бьют Ни с того Ни с сего Нападают И так далее У нас такого нет У нас такого нет И даже рядом не стояло И я даже не понимаю Вообще При каких условиях Такое может случиться Да Самое страшное Гораздо более масштабное Гораздо более серьезное На эту тему У нас происходило В 12-м году Как раз Буквально там Через небольшое количество Время после моей миграции Когда по всей провинции У нас проходили Много сот Не десятков Как не 15 тысяч Как не раз это было А много сот тысяч Манифестации студентов Которые выступали Против повышения На 200 или на 300 долларов Стоимость обучения И вот тогда Были какие-то попытки Там погромов Что-то там били Ломали Там и так далее И все равно Это даже тогда Это не стоит Не стоит Как бы В той же самой В том же самом ряду По своим масштабам Как это было Во времена В текущие времена В Нью-Йорке В связи с Флойдом Так что вот Такие мои мысли Всем откланиваюсь Всем отличного дня И счастливо Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok